Радио Свободная Европа 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 Радио Свобода не является агентом какого-либо правительства, какой-либо политической силы или какого-либо бизнеса. Да, мы финансируемся Конгрессом США, но файерволл, защищающий наших журналистов от любого политического вмешательства, гарантирован американским законодательством. Мы предоставляем новости без цензуры, объективную и беспристрастную информацию в странах, где доступ к свободной прессе ограничен правительством. Мы стремимся соответствовать самым высоким стандартам объективной журналистики и сообщать факты, независимо от любого политического давления на нас. Навязчивая маркировка, требуемая Роскомнадзором, скорее всего, приведет к резкому падению нашей аудитории в России, по крайней мере на 50%. В социальных сетях, таких как YouTube или Facebook, кто будет сидеть и смотреть 15 секунд отвратительного видео с маркировкой иноагента, прежде чем ролик может вообще даже начаться? Радио Свободная Европа, Радио Свобода также столкнется с репутационным ущербом, если согласиться на эти нелепые требования Кремля. И где гарантия, что новые, еще более безумные требования к маркировке не будут приняты на следующей неделе или в следующем году. Кроме того, требования Роскомнадзора о том, чтобы мы маркировали весь контент на нашем сайте Крымреалии, в проекте нашей украинской службы, но также включенным Россией в список СМИ иноагентов, может быть легко представлено так, будто Радио Свободная Европа, Радио Свобода признала незаконную аннексию Крыма России. Мы не можем выполнять требования российских властей по маркировке контента в Крыму, потому что Крым не является законной частью Российской Федерации. Мы видим только одну цель российского правительства, придумавшего эту маркировку – предотвратить доступ граждан России к Радио Свободной Европы, Радио Свобода – альтернативному источнику новостей, которые заслуживают доверия и не подвергаются цензуре, даже тогда, когда Кремль наращивает свою собственную, жестко контролируемую пропаганду и попытки дезинформации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова